Отца и Сына и Святаго Духа Аминь Из поучения и Святаго Иоанна Затаустого на книгу Деяния Апостольских Прошу и умоляю старайтесь не только о том, чтобы приходить в церковь но чтобы уходить и домой, получив какое-нибудь врачество против своих страстей чтобы если не от нас, то от писаний заимствовать соответственные врачества например, предается ли кто гневу пусть снимает чтением писаний и непременно найдет врачество или в повествованиях, или в поучениях в поучениях, когда говорится движение гнева есть падение для человека Сирах 1.22 или муж яр и неблагообразен притчи 11.25 и тому подобное и еще человек злоязычный не утвердится Псалом также Христос говорит гневающиеся на брата своего напрасно Матфея 5.22 и пророк гневаясь не согрешайте Псалом 4.5 и еще проклят гнев их ибо жесток книга бытия Псалом 4.5 о сирийском 4.4 царь 1 Тимофея 6.10 и пророк когда богатство умножается не прилагайте к нему сердце Целом 61.11 и много тому подобного Повествование слышишь о Геезее Иуде старейшина книжников и что дары ослепляют глаза мудрых Таразакония 14.19 гордится ли кто пусть послушает что бог гордым противится притчи 3.34 и начало гордыни грех серахов 10.14 и мерзость пред богом всякий надменный сердцем притчи 16.5 а из повествований знаешь о дьяволе и всех других вообще невозможно ведь перечислить всего пусть каждый избирает из божественных писаний врачества для своих ран если не все вдруг то часть сегодня часть завтра и таким образом очистите все и касательно покаяния исповедания грехов и милостыни и кротости и целомудрия и касательно всего найдешь там много примеров все что писано было прежде написано нам в наставлении говорится Римлянам 15.4 если же в них все для нашего наставления то станем вниматим как следует внимать для чего мы понапрасну обманываем самим себя боюсь чтобы и о нас кто-нибудь не сказал погубил дни их суе и лето их смятение псалом кто слушая нас отстал от зрелищ кто отстал от любостяжания кто стал усерднее в милостыне я желал бы узнать это не тщеславие но чтобы сделать ревность не видя прекрасный плод своих трудов ныне же как я примусь за дело видя что дождь учения не сходил в таком количестве они вы наши остаются в том же состоянии и растения нисколько не делаются выше уже наступило время жатвы готова веятельная лопата боюсь чтобы все не оказалось плевелами боюсь чтобы всем нам не быть вверженными в печь как указано в Матфеи 3 12 прошло лето пришла зима а мы сидим и юноша и стар содержимые своими страстями не говори мне я не блудодействую какая польза что ты не блудодействуешь когда ты сребролюбив если воробей хотя не всем телом а только за ногу будет удержан то он погиб и остался в западне и уже нисколько не помогут крылья когда удержана нога так и ты не пленен блудодеянием но пленен сребролюбием и все же пленен дело не в том как ты пленен но в том что ты пленен не говори ты юноша я не сребролюбив может быть ты придаешься прелюбодеянию и от того опять какая польза невозможно чтобы все страсти овладевали нами в одном возрасте но они разделены и это по человеколюбию Божию чтобы напав на нас вместе они не сделались недолимыми и борьба с ними не была для нас слишком трудной какое неразумие быть не в состоянии побеждать и раздельной страсти но покоряться им во всякое время еще гордиться тем что укращаешься не нашими стараниями но самим возрастом не видите ли какое старание упражнения и труды предлагают возницы употребляя хлеб и все другое чтобы не быть сброшенными с колесниц и влачимыми по земле видишь сколько здесь искусства часто человек взрослый не может справиться с одним конем а мальчик с искусством взявший двух коней легко ведет и управляет ими у индейцев говорят великий звери страшный слон с великой покорностью повинуется пятнадцатилетнему отроку для чего я говорю все это для того что если мы при старании укращаем слонов и диких коней то тем более можем укращать наши страсти почему же мы так нерадивы во всю жизнь мы никогда не старались приобрести это искусство никогда в свободное время когда нет борьбы не беседовали друг с другом о чем нибудь полезном нас тогда можно видеть стоящими на колеснице когда борьба началась потому-то мы и бываем достойное смеяние не говорил ли я часто будем упражняться на домашних своих прежде искушения мы часто сердимся дома на детей удержим здесь гнев чтобы нам легко было обуздывать его пред друзьями если бы так мы упражнялись и во всем другом то во время борьбы не подвергались бы посмеяне для других искусств и подвигов ныне есть и оружие и упражнения и старания для добродетеля же ничего земледелец не осмелится прикоснуться к винограду прежде нежели хорошо научиться земледелию и корт феяне станет на корме пока не сделается сведущим в этом деле а мы будучи совершенно неопытными желаем получить первенство не отлежало бы молчать надлежало бы ни с кем не иметь общения ни делом ни словом пока не укротим зверя находящегося в нас самих не свирепи или всякого зверя нападают на нас гнев и вожделение не выходи на площадь с этими зверями пока не наложишь хорошо узду на них пока не укротишь их пока не сделаешь ручными не видишь и тех которые водят украшенных львов по площади какой они получают прибыль и как им удивляются что они бессловесным животным произвели такую кротость но если бы внезапно этот зверя свирепел то он разогнал бы всех находящихся на площади и сам водящий его подвергся бы опасности и сделался бы виновником погибели других так так и ты ты теперь укроти льва и потом води его с собою не для того чтобы собирать серебро но чтобы получить прибыль которой нет ничего равного и действительно нет ничего равного крутости которая приносит великую пользу и тем кто имеет ее и тем на кого она действует будем же достигать ее чтобы совершив надлежащим образом путь добродетели нам сподобится вечных благ благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа с которым Отсутся Святым Духом слава держава честь ныне и пресно и во веки веков Аминь